Уважаемый Иван Ильич Шарипович, уважаемые дамы и господа, в первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за приглашение посетить братский Таджикистан с государственным визитом. Я не первый раз посещаю Таджикистан, это мой третий официальный визит. Также я посещал Таджикистан для участия в международных мероприятиях. И в первую очередь хотел бы поздравить вас, Иван Ильич Шарипович, и весь братский народ Таджикистана с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана. Также хотел отметить, что был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душамбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душамбе почти что пять лет назад. И могу с уверенностью сказать, что за короткое время произошли значительные позитивные изменения. И то, что я вижу, и то, о чем мне говорил президент Таджикистана о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще красшей и еще более удобной для гостей и для жителей. И хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за доброе отношение к памяти моего отца Гейдара Алиева, который вместе с Иван Ильич Шариповичем Рахмоном стояли у истоков формирования межгосударственных отношений между нашими странами. И по существу заложили основы этих отношений. Сегодня успешное развитие братских отношений между нашими странами – это результат именно той деятельности в начале 90-х годов, когда и Таджикистан, и Азербайджан испытывали большие трудности, и когда была нарушена общественно-политическая стабильность в наших странах и в Таджикистане, и в Азербайджане. К сожалению, происходила гражданская война, самая ужасная война – это братоубийственная война. И президент Рахмон и президент Алиев, каждый в своей стране, сделали все для того, чтобы перевернуть страницу кровопролития и поставить наши страны на рельсы развития. И это удалось. И сегодня Таджикистан, Азербайджан – это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и в целом мире, я думаю, каждый понимает, что стабильность – это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса, и спокойствия людей. Поэтому, думаю, что пример наших стран, которые, проводя политику, основанную на национальных интересах наших народов, говорит о том, что при мудром руководстве можно достичь больших результатов, даже находясь на самой низшей точке развития. А Таджикистан и Азербайджан из всех бывших республик Советского Союза начинали путь независимости в самых худших условиях, в самых тяжелых условиях. И это те, кто хорошо знают тот период, естественно, могут подтвердить. Но надо, чтобы молодое поколение и в Азербайджане, и в Таджикистане тоже знало это. Сегодняшнее наше успешное развитие – это, как говорится, не с неба упало. За этим стоит именно труд великих лидеров, лидеров наших народов, которые с риском для себя и для своей жизни делали все для того, чтобы обеспечить мирное и успешное развитие. Не особо приятно об этом говорить здесь, в Таджикистане, в братской стране, где чтят память Гейдара Алиева. Как Имам Али Шарипович сказал, в следующем месяце мы будем отмечать 100-летие со дня рождения основоположника азербайджанской государственности. Я благодарен нашим таджикским братьям за то, что память Гейдара Алиева будет также отмечена и в Таджикистане. Имам Али Шарипович осветил все темы переговоров. Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры и беседы тет-а-тет. И в рамках расширенного состава с участием делегации обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия. И по всем тем направлениям, которые Имам Али Шарипович отметил, мы имеем четкое представление, как двигаться вперед. И по транспортно-логистической сфере данные конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами. Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане. Потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна. Во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность. И хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистане. Это говорит о том, что инвестиции зарубежные, в том числе, защищаются государством. Я не имею никаких сомнений в том, что результаты визита, конкретные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане. И к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегации. Именно по вопросам транспортно-логистического взаимодействия, инвестиционной политики, промышленной кооперации. И уверен, что результаты нас будут рады. Хотел бы особо отметить прочный фундамент наших связей, а именно культуры, взаимодействия. Наши народы веками жили в дружбе, в согласии, дружили. И не случайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане азербайджанскую культуру. Я хотел бы сказать, что не случайно, что памятник выдающемуся сыну таджикского народа Рудаки был создан азербайджанским скульптором Фуадом Абдурахмановым. В 60-е годы этот памятник был установлен в Душамбе. Так, другой азербайджанский известный скульптор Умар Эльдаров создал памятники Айни и Ибн Син. То есть это о многом говорит. То есть доверить создание памятников выдающимся представителям таджикского народа, представителям Азербайджана, говорит о многом. Говорит о большом доверии, о дружбе, о братстве. Мы также знаем, что в Таджикистане очень любят и почитают великого азербайджанского поэта Низами Гянджави, который родился, жил и покинул этот мир в своей родной Гяндже. И это вот тот культурный фундамент, который создает сегодня предпосылки для активного взаимодействия по всем направлениям. И уверен, что и в сфере образования, и в других сферах мы выполним все те решения, которые сегодня приняли. И также хотел бы отметить, что мы с удовлетворением отметили, что около 50 курсантов Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана. И мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты также с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане. Я еще раз хочу выразить благодарность моему дорогому другу, брату Имам Алиш Арифовичу Рахмону за гостеприимство, за сотрудничество. Используя эту возможность, хотел бы пригласить вас, Имам Алиш Арифович, посетить Азербайджан. Имам Алиш Арифович совершил три официальных визита в Азербайджан. Я тоже три официальных визита в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще. Будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее. Спасибо.